В среду Дмитрий Медведев провел видеоконференцию, на которой российские регионы отчитались по подготовке к новому учебному году. Ивановская область также приняла в ней участие. В начале совещания глава кабинета министров обозначил ситуацию, сложившуюся в образовании в целом по стране. В прошлом году в рамках второго этапа нашей национальной инициативы, наша новая школа, была насчета модернизация региональных систем образования. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 120 миллиардов рублей. Половина этой суммы, то есть 60 миллиардов рублей, уже направлена на регионы в текущем году. В целом по стране это позволило провести ремонт, в том числе капитальный, почти в 35 тысячах школ. Премьер-министров в первую очередь интересовали проблемные регионы. Ивановская область в их число не входит. В плане готовности к новому учебному году наш регион скорее в числе лучших. Здесь Ивановская область была названа в числе тех субъектов, которые успешно справились с заданиями, поставленными в июне месяц. Сегодня все общеобразовательные школы готовы к началу учебного года. Мы успешно решаем задачи по постепенной ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения. И то, что касается образования детей, оставшихся без попечения родителей, эти задачи тоже решаются. В том числе завершается реконструкция третьего детского дома. Это тоже было поручение председателя правительства, еще в бытности его президентом страны. Без проблем, конечно, тоже не обошлось. Все они в основном касались недобросовестных подрядчиков. Однако сейчас недочеты исправлены. 1 сентября все 755 образовательных учреждений Ивановской области откроют двери для учеников. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.